В новый учебный год в обновленное здание. 1 сентября учеников 167 школы ждет приятный подарок. Сейчас в главном корпусе учреждения идет капитальный ремонт. В рамках исполнения народной программы партии «Единая Россия» депутаты контролируют ход работ. Укладываются ли строители в срок, узнал Андрей Баев. Новые трубы, батареи, межэтажные перекрытия и электрика. Отремонтировали уже и кровлю. Сейчас идет внутренняя отделка. Мебель и оборудование закупили в полном объеме. Зима нам показала, что коммуникации, которые уже заменены, мы их посмотрели, как они в работе, как система отопления себя показывает, система автоматического регулирования. Соответственно, были проблемы в здании по отоплению. В некоторых кабинетах было холодно. Сегодня это все недостатки устранены. Более того, в рамках оснащения уже закупленного оборудования, это специализированные кабинеты химии, физика, технологии, биологии. У 167-й два корпуса. Здание начальной школы в хорошем состоянии. Это, где учатся средние и старшие классы, давно требовало ремонта. Я когда училась, по-моему, ремонта здесь такого вообще не было. По сравнению, что я сейчас зашла, сейчас увидела, это очень здорово, классно. Давно школа требовала ремонта, такого грандиозного. В рамках капремонта удалось расширить площадь цокольного этажа. Теперь здесь будут мастерские и современные технические помещения. Школа постройки начала 60-х годов. И в этом подвале было на два с лишним метра глубже при начале капитального ремонта. Потому что в этом помещении когда-то находилась кочегарка, а по стояку всей школы шел дымоход. Контролирует капитальный ремонт не только коллектив школы и родительский комитет. За графиком и качеством следят депутаты всех уровней. В планах благоустроить территорию и обновить фасад здания. Есть на фасад, есть средства только на часть фасада. И наша задача будет доделать основной фасад, чтобы уже мы к этой школе там несколько лет вообще не подходили. На сегодня строители уже выполнили почти 80% работ. Полностью закончить капитальный ремонт должны до конца июня. Андрей Баев, Борис Гладких, Новость ОТС.